На своем канале я уже неоднократно рассматривал те или иные проявления псевдоправославия, с которыми можно столкнуться в сети интернет. Говоря об опасности псевдоправославия, можно привести аналогию из обычной жизни. Например, то, что близко к грибникам. Есть, как известно, такие съедобные грибы, как опята и лисички, но при этом существуют также ложные опята и ложные лисички. Это грибы, которые выглядят очень похоже внешне на настоящие опята и лисички, но на самом деле являются другими грибами, причем ядовитыми. Если перепутать их, то можно серьезно отравиться, получить большие проблемы для своего здоровья. Вот также и различные псевдоправославные явления для человека не очень внимательного или не очень хорошо разбирающегося в своей вере, выглядят очень похоже на что-то православное, но при этом на самом деле никакого отношения к нему не имеющие и являющиеся грехом, тем, что способны нанести серьезное повреждение духовной жизни, духовному здоровью человека. Но как в случае с грибами, есть определенные признаки, обратив внимание на которые, опытный грибник без труда отличает ложные опята и лисички от настоящих опята и лисичек. Также есть признаки, по которым православный человек может распознать, когда перед ним настоящее православие, а когда различные душевредные подделки под него. Сегодня мы поговорим о вещах, связанных с молитвой. Как известно, молитва крайне важна в жизни верующего человека. Это стержень нашей духовной связи с Богом. И потому неудивительно, что дьявол пытается изыскать различные способы для того, чтобы нарушить, повредить молитвенную жизнь христианина и в целом исказить его представление о молитве. Конкретно в этом видео я поговорю про молитвы по интернету. Не секрет, что в последние годы, два десятилетия, наверное, распространилась практика некоторыми православными прослушивания молитв в записи. Насколько я знаю, это и по православным радиоканалам, и по православным телеканалам распространялось. То есть, там были специальные программы, там утренние молитвы. Так что человек мог в нужное время включить и прослушать. Ну а по мере распространения и доступности интернета, конечно же, это стало еще более распространено. Вообще, нужно сказать, что сама по себе практика прослушивания молитв, вместо того, чтобы произносить их самому, она, мягко говоря, неоднозначная. Потому что смысл молитвы – это наш разговор с Богом, наше обращение к Богу. Представьте, что кто-то сказал бы вам, да, я тебя очень люблю, и ты для меня очень дорог, но вот говорить с тобой я не очень хочу. Лучше я послушаю, как кто-то другой говорит с тобой в аудиозаписи. Согласитесь, это выглядело бы странно. Я могу представить ситуацию, когда допустимо прослушивать молитвы. Знаю, что есть люди с ослабленным зрением или вообще даже слепые. Для них это единственная возможность. Если они не знают молитв наизусть, не знают эту азбуку для слепых, они, соответственно, слушают. Это нормально вполне для них. Также бывают ситуации, когда православный человек очень сильно болен, и вот в этой болезни он себя настолько плохо чувствует, что не может сконцентрироваться, не может прочитать сам молитву, произнести ее. Но вот он может лежать на кровати и слушать. Опять же, в этом положении это вполне понятно и нормально, и правильно. Или другая ситуация, когда православный человек едет на долгий переезд на машине, и вот он не хочет слушать какое-нибудь радио или музыку, а включает акафист и едет, ну и при этом слушает слова молитвы, подпевает. Опять же, в этом случае это дело хорошее, намного лучше, чем слушать какую-нибудь эстраду и так далее. Но при всем этом, если прослушивание молитв в аудио или видеозаписях становится не исключением, а правилом в жизни христианина, то, я думаю, многие согласятся с тем, что это уже искажение и чем-то нормальным это назвать затруднительно. Разумеется, слушать молитвы легче, чем молиться самому. Но путь духовной жизни – это не поиск о вариантах, при которых главное поменьше напрягаться. Как говорил Господь, Царство Небесной силой уберется, и употребляющие усилия восхищают Его. Так что, если нам нужно делать усилия над собой, понуждать себя на молитву – это хорошо. Это значит, что мы как раз-таки на том самом пути в Царствие Небесное. Но если в целом практика прослушивания молитв в некоторых случаях вполне допустима и не является самым по себе греховной, то вот отдельные проявления этой практики в наши дни в интернете являются безусловно греховными. Чтобы было понятно, о чем речь, я покажу вам некоторые примеры этого духовного извращения, искажения молитвы. Прочту заголовки, которыми сопровождают публикации аудиозаписей молитв на этих каналах. Вот это та молитва матери, после которой у вашего сына начнется светлая полоса. «Включи один раз 23 марта, убери с сына порчу и неудачи». Сильный оберег – молитва для сына. Прочитайте сегодня. Очень сильные родительские молитвы за детей и внуков, улучшающие их судьбу. Сильный оберег. Повтори один раз, ангелы и архангелы будут рядом. Церковная отчитка преподобного Амбросия Оптинского. Сильная молитва от болезни, порчи из глаза. От этой мощной молитвы Пантелеймону-целителю происходят настоящие чудеса исцеления. Сейчас послушай. Полное исцеление даже от сильной болезни. Сегодня особый день. Включи и проси за сына, что хочешь. Все исполнится этой молитвой. Во-первых, мы здесь видим агрессивный кликбейт. Этим словом называется практика создания таких кричащих превью и названий видеороликов, которые понуждают зрителя потенциального нажать на просмотр. И таким образом увеличивается количество просмотров видео. Практика эта в силу своей манипулятивности вызывает негативную реакцию в целом у пользователей интернета. Ну а вот в данных примерах, которые я рассмотрел, мы видим особенно уродливое ее воплощение при перенесении на духовную сферу, такую интимную, глубокую личную сферу, как молитва верующего человека. Манипулирование родительскими чувствами, чувствами человека, находящегося в болезни. Но кроме этого, кроме кликбейта, мы здесь видим и глубоко извращенное понимание сути молитвы. По сути, здесь молитва превращается в заговор или оберег. Это чисто языческие понятия. Что молитва будто бы действует как магия. Тогда как на самом деле для христианина различие между тем и другим принципиально. Молитва – это личное обращение, живое обращение самого человека к Богу с верой в то, что тот услышит. И с доверием ему, что Бог примет решение, исходя из своей мудрости, исполнять ли это прошение или нет. И если исполнять, то когда, как и так далее. То есть это общение одной личности с другой личностью. В случае же магического понимания заложена другая мысль. Что будто бы есть некие безличные сверхъестественные механизмы, которые ты можешь запустить своими действиями, и они гарантированно приведут тебя к нужному результату. Просто потому, что ты там сделал набор неких правильных действий, запустивших эти механизмы. Попрыгал там в полнолуние на левой пятке или же произнес там определенные слова в нужный день. В этом и отличие принципиальные молитвы от заклинаний, оберегов. И вот в это вот на данных сайтах превращают православные молитвы. Они могут использовать и используют тексты канонических молитв, но наделяют их суеверным смыслом, превращая в заклинание. Рассчитано это именно на православных людей, на людей, которые считают себя православными. Как видите, там везде иконы православные, молитвы православные используются. Но при этом участвовать в такого рода вещах для христианина является грехом. Потому что это не молитва, это оскорбление Бога или оскорбление святых Божьих. Знаю, что найдутся люди, и в комментариях, наверное, будут такие, которые скажут, ну что вы прицепились, да, там, конечно, неправильное и некорректное название роликов, и тексты на превью. Но в конце концов, ведь это же просто православные молитвы, поэтому ничего страшного, мол, нет, если их там включить, прослушать и так далее. Какая, мол, разница? Слова-то правильные, но разница есть. Можно вырезать на дощечке слова «я тебя люблю», а потом этой дощечкой побить человека. Это не будет выражением любви к нему. Так что важны не только слова, важно то, как мы их используем, каким значением наделяем употребление нами этих слов. Наша молитва – это выражение нашей любви к Богу. Представьте, что человек, который говорит, что вас любит, вместо того, чтобы выразить это лично, включает аудиозапись того, как кто-то другой признается в любви. Ну это, скажем так, полбеды. А теперь представьте, что это он делает на самом деле не для того, чтобы выразить свою любовь к вам, а думая, что таким образом он принудит вас оказать ему вполне определенные материальные выгоды. Не посчитаете ли вы такое поведение оскорбительным? Или представим, что вы нанимаете работников, проводите собеседование. И вот кто-то выкладывает в интернете видеоролик, адресованный к вашим соискателям, с надписью «Прослушай прямо сейчас, и он гарантированно возьмет тебя на работу». Какие эмоции вызовет у вас появление такого ролика? А какие эмоции у вас вызовет соискатель, который, придя во всех отношениях неподготовленным на собеседование, скажет «А что, я прослушал вот то самое видео, так что давай, ты должен принять меня на работу». Я понимаю, что аналогии, может быть, не очень точные, но надеюсь, что я смог с помощью них передать вам то, какими делает нас в глазах Бога или в глазах святых использование подобных каналов и поддержка их посредством нашего просмотра их видео. И кроме всего прочего, это поддержка лжи, поддержка суеверия, поддержка искажения, православия и насаждения извращенного понимания молитвы. Все эти обещания, полное исцеление даже от сильной болезни или вот «Включи и проси за сына, что хочешь все исполниться этой молитвой» – это ложь. Если мы кликнем на это видео, мы поможем его продвижению, продвижению этой лжи. Это будет наше, хоть и маленькое, но соучастие. Поэтому я говорю, что христианину не следует смотреть таких видео, пусть даже в них и православные молитвы. И даже если сам он и не ведется на вот эти кощунственные заголовки, а просто хочет там послушать молитву, что ж, слушай, но не здесь, не на этих каналах, чтобы не поддерживать, не соучаствовать в этом грехе, не распространять вот именно это псевдоправославие. И конкретно я обращу ваше внимание на эти каналы. «Сеятель веры, азы православия», «Спаси Господи», «Юлия Фортуна», «Молитвы Всевышнему», «Закон Бога», «Иксрам молитв» и «Молитвослов». Эти каналы забиты таким видео и, на мой взгляд, занимаются издевательством над православием, а их авторы презирают православных. Потому что по отношению к человеку, которого ты уважаешь, которого считаешь своим единоверцем, братом во Христе, ты не будешь использовать такие манипулятивные практики и явную ложь. Поэтому даже если вам в силу каких-то обстоятельств действительно понадобилось прослушать текст молитв, не используйте эти каналы. Ну и любые другие каналы, где вы увидите все и те же самые признаки. Вот для тех, кто говорит там «Какая разница?», никто не скажет, какая разница, настоящий ты опенок съешь или ложный опенок съешь. Возвращаясь к той аналогии, с которой я начал. Разница между настоящим православием и псевдоправославием намного больше на самом деле, чем разница между съедобным и ядобитым грибом. Но есть нечто общее, что одно съедобно, другое духовно ядовитое. И как есть признаки, по которым можно отличить ложный гриб от съедобного, также есть и эти признаки, по которым можно отличить православный канал, вот в нашей теме, что касается аудиозаписи молитв и псевдоправославной. Употребление слова «оберег». Любые обещания непременных результатов от этой молитвы, особенно если вы ее включите прямо сейчас. Обещание того, что там архангелы будут рядом с тобой. Обещание там улучшения судьбы, защиты от порчи сглаза. Или как там в одном месте видел, очищение дома. Просто включи, оно проиграется и дом очистится. Некие якобы отчитки посредством прослушивания. Вот все это признаки псевдоправославия. Но я понимаю, что в интернете нельзя просто сказать «не смотрите это» или «не пользуйтесь этими каналами». Нужно предложить какую-то альтернативу для тех, кто все-таки хочет или кому нужно время от времени прослушивать молитвы. Повторюсь, постоянно это делать. Я никому из христиан не рекомендую, с исключением людей тяжело больных, с ослабленным зрением и так далее. И готов ли данный ролик, я задался целью найти, а что я могу предложить тем православным, которому все-таки нужно. Как какую-то здоровую альтернативу, где будут именно и просто православные молитвы в аудиозаписи без упомянутых ранее извращений духовных. С одной стороны, на разных православных каналах мне встречались молитвы, но либо их было мало, либо запись была некачественная, либо там какие-то были эксперименты с наложением музыки на слова молитв, что совершенно неадекватно, на мой взгляд. И скорее будет мешать молитве, чем помогать. Но в конце концов, из того, что я просмотрел, я нашел один канал, который называется «Православный молитвослов». Там есть плейлисты с разными молитвами, без вот той извращенной подачи, которую я рассмотрел ранее. Впрочем, данный канал, как я заметил, заброшен уже давно. Последние видео там появлялись пять лет назад. Поэтому, возможно, там есть не все молитвы. Однако же, я думаю, что основные молитвы все-таки там можно найти. Также можно посмотреть по аудиоразделу на сайте Азбука Веры. Так что, если нужна альтернатива, вот альтернатива. Но, опять скажу, пусть прослушивание записи молитв будет для вас исключением, а не нормой. Потому что, если за вас все время будет молиться компьютер или телефон, то, может, тогда они и спасутся, а вы нет. А я бы хотел, чтобы вы спаслись. Господь да сохранит вас. Продолжение следует...